Фабрика звезд России Полина Гагарина на сцене! Полина! Полина! Участие в этом проекте для меня в первую очередь это хорошее выступление, красочные номера. В 2003 году Полина стала победительницей Фабрики звезд 2. Это стало удачным стартом ее сольной карьеры. Следом последовал выход двух сольных альбомов. Кроме того, Полина закончила школу-студию МХАТ с красным дипломом. Ура, ура, ура! Посмотрим, как покажет себя дипломированный специалист в новом проекте. Я желаю победы своей команде. Я желаю также победы и украинской команде. Пусть все решают наши дорогие телезрители, жюри, а мы будем просто хорошо выступать. Заклини ты в сердечко мне и скажи, уходи с ними. О-е-е, о-о-е-е. Ветер воет, отыкри меня, небо стонет, А у нас весна. О-о-о-о-о-а, у-о-о-а-а. Попросила благод Подарить нам белых снов. Ночь плывет, и мы за ней И в таинственных огней Разгони ты тоску во мне Неспокойно у меня в душе Попроси в облако подарить нам белых снов Ночь плывет и мы за ней И в таинственных огней Попроси в облако подарить нам белых снов Ночь плывет и мы за ней И в таинственных огней Попроси в облако Подарить нам белых снов Ночь плывет и мы за ней В мир таинственных огней Попроси в облако Попроси в облако Ах, как не хочется нарушать эту магию! Полина Гагарина! Спасибо большое! Остается сказать только то, что, как мне кажется, не совсем в своей тарелке должен сейчас ощущать себя Константин Меладзе, который, как известно, продюсирует Полину Гагарину и наверняка болеет за нее, но сейчас он встанет другой команды. Кого бы вы, Константин, сейчас выставили в пику Полине Гагариной? Мне кажется, будет и интересное единоборство двух артисток, которых продюсирую я То есть это мазохизм чистой воды, Константин Шатач? Это не мазохизм, это толерантность и уважение, так сказать, к зрителю прежде всего, поэтому мне кажется, что это будет одна из самых интересных пар, потому что они замечательные А именно? Сейчас на сцену выйдет Ева Бушмина АПЛОДИСМЕНТЫ Боже мой, как они могли взять меня? Мне же так повезло! АПЛОДИСМЕНТЫ Ева Бушмина До фабрики Зирок Ева успела поработать бэк-вокалисткой, танцовщицей и даже вела программу на украинском телевидении. На фабрике Ева смогла почерпнуть много профессиональных знаний и опыта, которые помогли ей превратиться в звезду украинского и российского масштаба. Выступаю, естественно, за команду, потому что суть проекта в командной игре. Это весомая боевая единица в составе сборной Украины. Я буду в первую очередь показывать себя, но, естественно, это будет борьба за нашу страну и Украину. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не целуй меня в глаза, ты же знаешь, ведь это красного. Я не знаю, что сказать, словно сил во мне на одном дыхании. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Цветок и ночь, я подарю тебе две группе и теперь он вечно будет у тебя внутри, ты поймешь, цветок и ночь. Поселилась в душе неревность серая и сетится носом, от нее спасенья ничто не сделаю, пропади оно все. Что ты выберешь сейчас? Станешь ли наивно сейчас? Или убрешь молчанье? Ночь, я подарю тебе две группы, парень, ты как хотел, так и так завел свой, и с чего ты ждешь цветок. И ночь, я подарю тебе две группы, теперь он вечно будет у тебя внутри, ты поймешь цветок. Светок и ночь, светок и ночь. Да здесь настоящая драма разыгрывается на сцене Ева Бушмина. Ева, вам кто-то кнопку подложил, Ева, милая. Вы видели? Поперники. Позвольте с вас начать, Игорь Юрин. На двух таких красивых девушек смотреть это одна радость и даже мое совсем беспристрастное сердце дрогнуло. Я думаю, боже, какая же красота на сцене, чудо. Думаю, что для меня презенция Полины на сцене – это такое, какое-то прочувствованное. Жизнь такая, знаете, человеческого духа в каждой ноте. Это в Полине есть, но это не умаляет достоинств Евы Бушмина, очень интересная девушка. Но в Полине есть то, что Еве нужно, мне кажется, еще в себе нажить. В Полине появился артистический стиль. Стиль настоящей, такой, знаете, поющей актрисы. И это я ценю в ней просто невероятно. Полиночка, я тебя поздравляю и считаю, что однозначно победа на твоей стороне. Любовь Юрьевна, позвольте задать вам вопрос. На классическую большую сцену можно было бы выйти вот так вот с цветком в спине, с кровью на спине? Вы знаете, сегодня на классическую большую сцену выходит и не в таком виде. Если вы сходите на спектакли некоторых театров, там выходит ню, то есть голая. Так что я думаю, что вы увидите и не такое, и порадуетесь. Дмитрий, приходите в театре чаще просто. Я действительно там бываю, но никогда такого не видел. Давай от классической сцены перейдем к эстраде. Таисия Павали, пожалуйста. Я с удовольствием послушала этих двух замечательных певиц. Евочка замечательно выступила, потрясающе выступила, но у нее сегодня очень сильный конкурент. Полиночка, я отдаю за тебя свой голос. Пожалуйста, Виктор, говорите. Евочка, ты была прекрасна. Но соревноваться с Полиной Гагариной – это то же самое, что играть против сборной России по хоккею. Это вроде как и достойно, но нереально. Поэтому, извини, пожалуйста, ты попала под трактор. Это Полина Гагарина. Я понимаю, что, конечно же, счет между раундами сейчас будет равным, но мне очень интересно выслушать мнение оставшихся членов жюри. Ну, невероятно сложно было оценивать сегодняшних девушек. Они столь прекрасные, столь талантливые. И обе очень точно передали образ. Учитывая то, что, в принципе, уже исход этого раунда ясен, я хотел бы проголосовать за Еву Бушмину. Просто та песня, которую она пела, она сегодня больше попадает в мое настроение. Я хотела сказать огромное спасибо Полине. Первое, безусловно, за вокал. И второе – это за песню. Через эту песню у меня проходят почти все студенты, поскольку вещь сложная для вокализации, но безумно красивая. Жюри проголосовало в соотношении 4 к 1. И это значит, что по итогам четвертого раунда у нас равный счет.